МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей программы. Я их сразу же хочу представить. Это блогер и обозреватель Михаил Радовский. Михаил, приветствую вас. Приветствую, спасибо, что пригласили. Спасибо вам за участие. И Алекс Якубсон, блогер, обозреватель. Алекс, приветствую вас. Добрый день, Гена, добрый день, Миша. И добрый день, Берлеча. Всем телезрителям добрый день еще раз. Ну что, давайте начнем с американских. Ну, как бы вообще, на самом деле, если посмотреть на то, что происходило на этой неделе, то, конечно же, масса вещей связана с тем, что происходит на Ближнем Востоке. И понятно, почему. Еще одна появилась точка, ну, точка, еще одно пространство проведения военных акций, проведения военных акций в рамках, ну, можно уже, наверное, об этом говорить, Третьей мировой войны. Потому что прибавляются страны к всем этим событиям. И, естественно, что как-то через эту призму проходит масса различных сообщений. И у нас из Соединенных Штатов. И в Палате представителей Конгресса прошло голосование по законопроекту, представленному республиканцами. Оно предусматривает выделению Израилю 14 миллиардов 300 миллионов долларов для помощи в борьбе с Хамас. Оно прошло в Нижней Палате. Все республиканцы проголосовали за как один. Но, опять-таки, в Сенате, вы знаете, там очень незначительно. Но, тем не менее, большинство, 51 на 49 демократов, так что в Сенате вряд ли это пройдет. Но и Байден заявил, что он будет блокировать, он наложит вето, если будет принято в Нижней Палате вот это постановление. Но вот в рамках этой помощи предлагается выделить 4 миллиарда долларов на израильские системы обороны «Железный купол» и «Проща Давида». Также 1 миллиард 200 миллионов на разработку системы обороны под названием «Железный луч». Опять-таки, у республиканцев есть определенные требования. Они говорят о том, что да, мы, во-первых, разделили помощь Украине и Израилю. В данном случае рассматривается израильская помощь. И все это вот предлагается выделить за счет сокращения финансирования налогового управления страны, ну и вот без одновременного предоставления помощи Украине. А помощь Украине, сказали республиканцы, так же будет рассматриваться, но обязательно в связке с тем, что у нас происходит на южной границе. Иными словами, республиканцы взялись за дело, поскольку они считают, что огромное количество денег просто-напросто непрозрачны. Помощи Украине. Ну, в данном случае они опасаются, что и с помощью Израиля так произойдет. Так что там такая серьезная позиция республиканцев, которую они готовы отстаивать. Ну что, Михаил, ваш взгляд на вот то, что происходит у нас в Конгрессе, в связи, опять-таки, в данном случае с помощью Израиля? Ну, в принципе, я согласен с точки зрения республиканцев, ровно настолько, насколько это не приведет, скажем, к каким-то проблемам. Потому что, скорее всего, этот Билл не будет опробован в Сенате, или Байден наложит вето, и могут быть какие-то затяжки. Вот этих затяжек я бы не хотел, потому что, в общем-то, ситуация, когда каждая минута дорога, идут поставки, например, бункеров и бомб для бомбежки газа. И если это будет затянуто, это может стоить лишних человеческих жизней и так далее. Не знаю, нужна ли сейчас увязка помощи Украине, вернее, оппозиция помощи Украине отдельно как-то рассматривать. На мой взгляд, сейчас ситуация настолько срочная, что, наверное, надо бы принимать одновременно пакет по Украине и по Израилю. И в этом плане я согласен с Байденом. Ну, а когда на этой неделе как раз сообщается о том, что еще там 425 миллионов новый пакет будет предоставлен Украине, так что помощь, в общем-то, она пока не задерживается. Естественно, что мы говорим о ситуации в перспективе. Я имел в виду, что вот эти вот выяснения и переголосования просто затянут большую помощь. И это как бы не изхорошо. Алекс, за неделю до этого, но это получается уже на позапрошлой неделе, президент Байден внес в Конгресс проект пакета военной помощи. Там сразу было на 106 миллиардов долларов. Вот из них как раз примерно 60 миллиардов предназначено Украине. То, что отдельно будут рассматривать республиканцы, как они заявили. А вот остальное Израилю, Тайваню, другим союзникам Соединенных Штатов. И, кстати, вот там же учитывается пограничная охрана на укрепление границы с Мексикой. Ну, вот давайте опять-таки эту тему рассмотрим. Ну, я согласен с Мишей, что проволочек не хотелось бы. Демократический и политический процесс-то хорошо. Хорошо, что у нас появился спикер, наконец, в Палате представителей. Но когда вот вся эта усушка, утруска и утряска била между Палатой и Сенатом, и президентом занимает столько времени, и когда Байден говорит, что я вообще наложу вето на это, ну, как бы это уже совсем неправильно, потому что, ну, надо же помогать хотя бы кому-то. И республиканцы же хотя бы не сказали, что мы полностью отменяем помощь Украине. Этого хотела бы кучка самых таких радикальных изоляционистов и ревизионистов в республиканской партии. Остальные понимают, что Украину поддерживать надо. И поэтому, ну, вот получается, как бы, что обе стороны высказывают, сами того, наверное, нежелая, но высказывают худшие по сравнению друг с другом позиции. Республиканцы говорят, мы разделим помощь, а Байден говорит, я не подпишу помощь, если это будет только Израиль. Но это, в общем-то, неправильно. Знаете, вот я сейчас воспользуюсь подходом Ильи Левковой, я задам тезис и антитезис одновременно. С одной стороны, я, безусловно, за уничтожение Хамаса, я думаю, что весь мир втихаря, в тряпочку, протестуя открыто, втихаря про себя скажет Израилю спасибо, если это будет сделано. Но, с другой стороны, вот великий военный теоретик Клаузевиц говорил, что в войне нужно определить самый главный фронт, для успеха на котором порой можно отложить успех на второстепенных фронтах. Я не говорю, что Ближний Восток и защита Израиля – это второстепенный фронт, но если Украине удастся, например, нанести серьезное решительное поражение путинской армии, то повалится весь этот блок тирании по всему миру. Хамас некому будет поддерживать. Иранский режим, который сам еле, в общем-то, дышит, наладан, мы видим, какие там протесты много лет идут, он рухнет. И я иногда думаю, что Украине, может быть, надо было бы помогать еще решительнее, хотя бы потому, что у Израиля и свое оружие замечательное есть, хотя то, что вот эта война с Хамасом, она нам напомнила, что Израиль зависим от Америки в плане логистики, в плане вооружений, боеприпасов, потому что некоторые люди в Израиле годами говорили, что мы сами справимся, и что, например, железный купол – это чисто наша вещь. Но оказалось, нет, Израиль зависим и завязан на Америку. Но у Украины-то какое-то свое военное производство сейчас есть, но все-таки ей помощь нужна против гораздо более мощного врага, чем Хамас. И очень грустно, что это разделение предлагается республиканской партии, которая раньше всегда была партией более какого-то цельного мировоззрения в противостоянии с тираниями. А сейчас вот они говорят, что Израиль – это более родной для нас союзник, Украина – это где-то что-то, Тайвань тоже есть люди, которые не очень хотят его поддерживать. Это немножко грустно. Мы наблюдаем некоторое такое перерождение республиканской партии. Ну, я бы не сказал, Алекс, я бы не сказал, что существует вот такое мнение, что Израиль родной для нас союзник, более родной, чем Украина. Речь идет о том, что давайте, поскольку Израиль сейчас начал операцию, ему нужно просто вот мгновенно дать какую-то помощь. А в Украине война уже идет больше полутора лет, и там у нас как бы, ну, поставлено все. Мы одну за другой сейчас, я еще раз говорю, 425 миллионов передают следующий пакет помощи, до этого 150 миллионов долларов и так далее. Я хочу, чтобы мы попытались все-таки понять, а почему республиканцы так настаивают на вот этом разделе? Вначале, ну, Израилю вначале, поскольку, еще раз говорю, операция только началась, нужна поддержка. Затем Украине, а не вместе в одном пакете. У меня ответ однозначный. Поскольку в одном пакете, вот так, когда все мешается в кучу, там масса можно провести различных вариантов поддержки чего угодно. Борьбы с климатом, гендерных каких-то вопросов, решение образования в школе. Мы прекрасно знаем, что такое леволиберальное образование в наших школах, какие там программы. На все на это требуются деньги. Я прекрасно помню, как 40 миллиардов долларов выделены были Украине, из них только 14 миллиардов пошло Украине. Что, в общем-то, тогда, когда доминировала в Нижней Палате демократическая партия, невозможно было республиканцам пресечь. Иными словами, о чем говорят республиканцы, давайте вот мы сейчас вот сфокусируемся на этом. Мы не говорим о том, что мы будем затягивать с Украиной. Как только этот вопрос мы решили, а они решают это, кстати, в спешном порядке. Нижняя Палата уже проголосовала, теперь дело за Сенатом и за Президентом. Следующий вопрос. Украина в спешном порядке решаем и это. Вопрос в каких-то днях. Но мы хотим четко сфокусироваться на одном и на другом, а не сбрасывать все это в кучу, когда какое-то количество миллиардов уйдет на то, что хочет демократическая партия, чтобы провести? Алексей. Ну, вы говорите сами же, что идет практически третья мировая и разделять эти элементы, в том числе то, что происходит на нашей южной границе, это же во многом последствия козни, так сказать, и Кремля, и китайского режима, потому что они поддерживают ультралевые и прочие деструктивные силы в Латинской Америке. Поэтому это трудно разделить. И я не заметил там особо, может, я что-то пропустил, я не заметил в этом проекте особо их трат на борьбу с изменением климата. Мне кажется, что это такой мировоззренческий шифт, такое изменение у республиканцев, что они более стали консервативны в прямом смысле слова. Вот Израиль, ну, Израиль же столько лет, десятки лет его называли 51-м штатом Америки. Поэтому он, конечно, более близкий, он уже один из основных ненатовских союзников Америки. И его судьба, как бы, республиканцев волнует больше. Поэтому все-таки, мне кажется, вот так. И потом есть такой момент, что у демократов есть такой контраргумент, что вот вы хотите, среди прочего, снизить, например, расходы на налоговую службу, да, на ИРС, на интерновременный сервис. И это в конечном итоге приведет к снижению доходов государства. Тогда как мы сможем финансировать все от, там, social security и до поддержки, в том числе, Израиля и Украины. Поэтому я все-таки думаю, что единым пакетом сейчас это было бы важнее рассматривать. Единственное, вот, вы знаете, я услышал такое любопытное мнение Виталия Портникова, всем нам прекрасно знакомого, наверное, уважаемого, что то, что Украина, как бы, сейчас отошла на задний план, в том числе, означает, что нет таких диких сейчас преступлений, скажем, противомирного населения, как Буча, там, Краматорск, Волноваха и так далее. То есть, в какой-то степени это хороший знак, что Украину, России больше не удается настолько, как бы, геноцидить, как раньше. Михаил, вопрос к вам такой же. Разделение республиканцами на украинскую часть и на израильскую часть. Как вы видите, почему они так настаивают на этом? Ну, я согласен с вами в плане того, что они, наверное, хотят, как бы, больше прозрачности и легче контролировать. Но мне непонятно. Хорошо, вы хотите это делать. Голосуйте два раздельных пакета одновременно. Потому что вот это мы это, потом мы посогласуем, а потом мы то, это то, что я говорил, и то, что Алекс говорил, это затяжка. Но возьмите, сделайте два пакета, которые раздельно, в каждом четко описаны, и голосуйте их на одной сессии. Чтобы все это шло сразу. И мне непонятно, почему это не делается параллельно, а делается последовательно. Поэтому с этим я не согласен. Я не думаю, что у республиканцев, как бы, вот такое вот... Они изменились просто, на мой взгляд, это тактическая ошибка, которую надо было бы избежать. Алик, кстати, вот по поводу поддержки. На этой неделе ведь группа высокопоставленных представителей республиканской партии в Конгрессе обратилась к Байдену с настоятельным призывом. Практически это требование. Как можно скорее предоставить Украине ракеты большего радиуса действия, чем Байден соглашался давать до сих пор Украине. Письмо датировано 1 ноября. Текст его есть в распоряжении Associated Press. Можно посмотреть. В общем-то, это письмо демонстрирует продолжающуюся поддержку Киева со стороны большинства американских законодателей, причем двухпартийной. Несмотря на возражения против дальнейшей помощи от небольшого числа конгрессменов, то, о чем вы сказали. Но в данном случае, кстати, на этой неделе The Economist, он опубликовал интервью с Залужным. И Залужный говорит тоже об этом. Он говорит, что мы в результате пришли к позиционной войне, которая крайне неблагоприятна для Украины. Не нужна Украине позиционная война. А для того, чтобы Украина выбросила оккупантов со своей территории, ей нужно одно, второе, третье, четвертое, пятое. Там пять пунктов перечисляется. И вот один из них как раз и касается ракет дальнего радиуса действия. Он говорит, дайте нам ракеты дальнего радиуса действия. Вы сейчас дали нам Атакамс, которые на 150 километров. Дайте нам ракеты, которые летят на 250-300 километров. Мы обещаем, мы не будем стрелять по территории этими ракетами, запускать их по территории России. Но это нам позволит выиграть определенные позиции у Российской Федерации. В конце концов, могли бы уже и Ф-16 давно поставить. Это решение принимается администрацией Байдена, на которой месяц и все, наконец, говорят, все будет, все будет. Но опять-таки, почему это нельзя было сделать раньше? Вот о чем говорит принцип Иезалужный под текстом. То есть, на самом деле, об этом говорят и республиканцы. Вы так поддерживаете Украину, и при этом вы все время как бы и не тпру, и не ну. Алекс? Ну, это и хорошо, и плохо, что с одной стороны, вроде как, на словах есть консенсус поддержки Украины, а в реальности она иногда становится такой вот разменной монетой. И обе стороны лезут из кожи вон, доказать, это мы главные сторонники Украины. Нет, это мы главные. Вы затягиваете, а вы разделяете законопроекты и так далее. Поэтому я думаю, что затягивание, понимаете, я не знаю, как бы реагировала на происходящее, скажем, республиканская администрация, будь то Трампа, или если у нас был бы другой республиканский президент. Но понятно, что есть большой страх полного краха России, как она есть, да, ядерной страны, самой крупной в мире и так далее. И нету плана, как с ней поступать, если она серьезно проиграет. И, возможно, вот это вот такое рубление хвоста кошки по частям, которое идет уже почти два года, оно вызвано этим, потому что они боятся в Вашингтоне, они боятся в Белом доме. Там есть люди, которые изначально не верили в Украину, там есть люди, которые говорят, нам надо потом как-то ослабить Путина, но договариваться с ним, может против Китая и так далее. И решимости такой разгромить Путина и его армию, как это было в свое время с Гитлером, с Японией и так далее, ее пока еще нет. Нету плана, что делать с Россией дальше. Я думаю, что основная причина в этом. Но, кстати, Михаил, если нет плана, как Алекс говорит, что делать дальше с Россией, то позиционная война, как раз по вот этому интервью, которое дал Залужный, она ведет к тому, что Украина может проиграть. Для Украины нет другого выбора. То есть вот эта возможность проиграть, она даже не рассматривается в Украине. И здесь мы можем говорить о том, что с одной стороны администрация говорит, мы поддерживаем, с другой стороны, вот это обращение ТОП республиканцев, оно ведь прозвучало на фоне заметного сокращения военной помощи для Украины со стороны администрации Байдена. Причем это сокращение идет примерно с середины лета этого года. Так в октябре Киеву было поставлено вооружение лишь на 350 миллионов долларов. Это существенно ниже, чем в среднем с начала вот этого полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Так что здесь вот такая вещь. Еще раз говорю, получается такой тенетолкай. С одной стороны заявление Байдена, с другой стороны заложенный очень озабочен тем, что так как ведет себя нынешняя администрация, все это может привести к большой катастрофе для Киева. Михаил. Совершенно верно. Я прочел его статью, и он совершенно ясно объясняет. Ситуация затяжной войны для Украины более опасна, намного более опасна, чем для России. Во-первых, потому что мобилизационный потенциал Украины где-то раз в пять меньше, чем российский, особенно учитывая, что там миллионов десять уехало. Во-вторых, потому что военные действия идут на территории Украины, и она страдает больше, чем Россия. Собственно, в России так и относятся к войне, потому что большая часть территории России вообще, но они живут как раньше. У них это вообще не сказалось. Санкции-то, может, когда-то сработают, но пока этого не видно. Заложенный, кстати, привел пример, что вот он напомнил, что такие системы, как танки и ракетные комплексы большой дальности, были для нас наиболее актуальны в прошлом, в 2022 году, а пришли только в этом году. Затяжка на год, в войне. Затяжка на год, в войне, это смерти подобно. То есть вот эти вот игры в республиканской администрации с затяжкой, они там думают, они нерешительны, они говорят обо всем, кстати. Они хороши, может быть, там, в длительных каких-то политических делах, на войне, где каждая секунда на счету, это может кончиться катастрофой. И вот Залужный все это написал, и потому это написал. Он написал, чего нужно. К сожалению, опять же, самолеты, мы с вами о самолетах говорили, наверное, года полтора назад, что вот-вот-вот дадут. И вот сейчас нам слухи идут, что где-то 5, я в 16-х где-то есть на Украине. То есть это затяжка, которая приводит, к сожалению, и к большой крови среди украинцев, и к тому, что затягивается война. И, соответственно, раз война затягивается, то влезают другие страны. Под это делу же под шумок начинается Хамас, под шумок начинаются попытки Хизбаллы и так далее. То есть войну надо гасить быстро. Когда она затягивается, она будет распространяться по всему миру. И вот эти игры, они, к сожалению, ведут к распространению войны. Кстати, Залужный там пишет, что он указывает на свои ошибки. Он говорит, одна из ошибок. Он думал, что когда вот такие потери будут у российской армии, он называет цифру в 150 тысяч погибших. Украина, ВСУ, они говорят, кстати, о цифре почти в два раза больше. Но это только погибшими. Там еще можно умножить на три, наверное, обычно умножается, если говорим о раненых. Он говорит о том, что он думал, что Украина будет в более выгодной ситуации в этом плане, поскольку российское руководство, что называется, схватится за голову при таких потерях. Что-то произойдет, ничего не происходит. Российская армия продолжает тупо идти вот то, что происходит там под Авдеевкой, к примеру, все эти мясные штурмы. Людей не жалеют, не жалеют технику. Только на этой неделе за один день, по-моему, за четверг, вот эти бои под Авдеевкой, они просто, они катастрофические для российской армии. Там 650 человек было убито и около больше 100 единиц техники. Это дорого обходится Россией, вот это все. Но опять-таки, никто ничего не жалеет. И в данном случае, я хочу напомнить, Алекс, я вот сейчас, Михаил вспомнил, там полтора года назад, там что-то и так далее. Я помню, в мае месяце ведь был объявлен Ленд-Лиз. Ленд-Лиз до сих пор не запущен, поскольку, ну, никто даже не говорит о финансах. Первое, что Ленд-Лиз – это финансирование. И Байден, получается, он делает такие замечательные заявления, а реализация их, вот в этом плане, вообще нулевая. Алекс? Ну, это вообще стилистика демократа. Вот я живу 30 лет в Америке, и как бы и при Клинтоне, и при Обаме. Они демократы любят произносить красивые речи, они любят строить из себя рок-звезд, там и так далее. А в реальности часто, как бы, реальность расходится со словами. Поэтому это, конечно, это вот во многом отличительная черта именно этой партии, такая вот как бы внешняя блесткость, что ли, при порой отсутствии внутреннего или недостатке внутреннего содержания. Поэтому, к сожалению, это неудивительно. Друзья, давайте мы сейчас прервемся на техническую паузу. Я прошу вас никуда не уходить. Буквально это несколько секунд, затем мы вернемся в передачу.